Доброго вечера. Так, напомните, смотрите, мы с вами изучили модальные окна, мы с вами изучили, получается, галерею, да, это делали на прошлом занятии. Можно, кстати, смотрите, если у вас немножко... Я недавно заметила, просто столкнулась с тем, что у меня тоже была какая-то проблема о том, что в моем функционале, который есть у меня, мне нужно при какой-то команде нажать определенную кнопку. Она просто у меня не открывалась. Вот просто было модальное окно, и этой кнопки не было видно. Решается все уменьшением размера в браузере. Ну, то есть, возможно, эта кнопка разлепится тоже, если вы уменьшите размер. Вот, по каким-то причинам, возможно, что-то произошло с адаптацией, не знаю, честно. Я не буду здесь утверждать на все 100%, но все может быть. Но главное, что, по крайней мере, это лечится и уже хорошо. Итак, по поводу домашнего задания. Еще раз проговорюсь, что, возможно, если кто-то еще до этого не дошел, кто-то не выполнен, либо у кого-то возникли затруднения, то есть у нас с вами вот этот нижний ряд картинок, миниатюры, лежали в классе Small. Вроде как. Вот. И у нас с вами для этого класса, для неопределения, а распределения объектов внутри, мы использовали Display Flex. Достаточно было прописать только Flex Direction Call, для того, чтобы у нас картинки стали не по горизонтали, а по вертикали. Ну и дальше дело было за малым. Необходимо было их поместить не снизу, а, возможно, внутренний вот этот класс галереи, им тоже задать значение Display Flex. И в этом случае они бы встали, да, ну, в зависимости от того, как бы вы расположили класс Small по сравнению к классу Big, то есть либо в начале, либо в конце, и от этого бы они встали либо слева, либо справа, да. Вот. Кто-то добавлял еще просто и слева, и справа, да, и добавлял ей там еще фотографии. Кстати, очень хороший весьма-таки прием. И сегодня вам покажу один из вариантов слайдеров на основе прошлого задания. То есть также скину HTML, CSS, и даже просто мы повторим, да, немножко. То есть на основе прошлого задания, как сделать слайдер. То есть, ну, правда, единственное, что мы будем пока что делать слайдер не автоматически, да, об автоматическом. Сейчас отвечу. Вот автоматически мы с вами сделаем немножко позже. Вот, а пока, вы знаете, вот наверняка вы на сайтах сталкивались с таким, да, о том, что вот у вас есть какой-то слайдер, баннер какой-то, да, и у вас есть внизу вот такие точки. Вы на эти точки нажимаете, и у вас появляются картинки баннеров, меняются, да, либо там на кнопки. Ну, в общем, реализация может быть абсолютно разная. Мы с вами сделаем именно под точком, да, о том, что вместо миниатюр у нас будут точки. Я просто покажу, как данные задания можно переделать в слайдер, да, потому что, ну, и взаимосвязь заданий – это просто на будущее. Вот, и также посмотрим анимацию. Да, кстати, он писал, говорил о том, что, возможно, есть вероятность, что он будет на занятии, но это не точно. Скажите, пожалуйста, анимацию в CSS мы же не рассматривали, да? Нет, окей. Ну, и тогда… Угу, все, супер. То есть, и тогда мы с вами смотрели… Это просто в сравнении… От jQuery куда-то там CSS и так далее. Нет, у нас с вами остается jQuery, мы продолжим с ним работать, да, там, поизучаем потом дальнейшем плагины и так далее. Ну, в общем, работа у нас с jQuery весьма-таки большая. Вот, и я просто хотела бы показать еще, как можно сделать анимацию на чистом CSS, да, без применения JavaScript. И к тому, что просто как бы в CSS эта функция тоже присутствует. Ну, единственное, что там нужно будет пописать прям код чуть-чуть, да. Вот, и также выполним, возможно, если останется время, небольшую самостоятельную работу. Если время не останется, да, там, либо его останется мало, то, возможно, ее начнем делать, она просто у нас перейдет в разряд домашнего задания. То есть, такой у нас с вами сегодня план. Смотрите, суть в чем, на HTML вы сделали лендинг, да. Вот этот лендинг по-хорошему вы должны были сохранить, да, для облегчения своей будущей работы. И на вот этот лендинг нужно будет наложить определенные свойства JavaScript и JQ. Вот. Еще пару с вами занятий мы посвятим фреймворку Bootstrap, потому что это очень важно и очень интересно, да, потому что, возможно, он тоже вам поможет в дальнейшем при разработке сайтов. И также на последнем занятии с вами мы разберем, в принципе, да, что должен знать фронтенд-разработчик, кто такие верстальщики, кто такие фронтенд-разработчики, да, потому что это немного разные понятия, разные люди. Ну, люди одни и те же, но понятия разные. Вот. И также поговорим немножко о фрилансе, что необходимо размещать в резюме и так далее. То есть уже на данном этапе в целом вы сможете заняться, не знаю, там, поиском каких-либо клиентов, да, и отработки, и наработки своего портфолио. Так, теперь давайте приступим уже к решению. Так, сейчас слайд по клику. Сейчас я вам тоже все скину, да, вот то, что необходимо. На самом деле работа фактически та же самая, за редким исключением, да, там, каких-то компонентов у нас просто-напросто, у нас просто-напросто не будет, и все. То есть это слайд из прошлого, вытекающий из прошлого упражнения, которое вы с вами делали, да, и о котором я говорила. GitHub – это система управления версиями. То есть это очень классная штука, и вы тоже обязаны ее знать. То есть, в принципе, для того, чтобы работать в этой сфере. Если вы посмотрите вакансии, то есть данная, получается, гид указан абсолютно в каждой вакансии, как обязательное знание, знание и навык. Ну, где-то не обязательный, где-то просто является преимуществом и пожеланием работодателя. Но в основном вы это встретите в любой вакансии. Вот, так что это очень классная штука. Ну, в общем, суть в том, что вы загружаете версии проекта в каждый раз новой, и она позволяет вам откатываться. И она вам позволяет откатываться до предыдущих версий в случае какой-то неисправности, либо неудачного апгрейда. Ну, и к тому же, получается, к вашим наработкам и к выложенным файлам могут иметь доступ другие ваши коллеги, сотрудники, преподаватели и так далее, в зависимости, для чего вы гид используете. Это я себе вкратце. Вот, поэтому штуку, да, нужно использовать, нужно ее знать. Итак, я вам непосредственно скинула архивчик, да, и как эта штука у нас работает. Сейчас я ее запущу. Буду ее через GoLive запускать. У меня прям что-то ужасное с интернетом происходит. Все прекрасно. То есть здесь у нас еще будут... А мы еще познакомимся с некоторыми событиями, да, и, возможно, наверняка видели подобные баннеры. Картинки я использовала те же самые. То есть просто-напросто при подготовке данного упражнения не стала менять картинки, но при этом их растянула, да. То есть мы с вами сможем впоследствии также их растянуть еще больше, да, так как, в принципе, нам может хотеться, да, в этом плане. Итак, то есть я вам скинула HTML и CSS. Давайте немножечко просто объясню вида изменения. И, собственно, дальше уже с вами пойдем. В HTML фактически ничего не поменялось, да. Единственное, что, возможно, не помню, как в том задании класса BIC внутри этой картинки я задала сразу значение в 100%, да, по отношению к этому классу. То есть чтобы она у нас растягивалась. То есть и все. Смотрите, у нас есть с вами изменения только в SMALL. То есть помните, да, о том, что в гиперссылке, в гиперссылке SMALL я добавляла следующее, да, о том, что в адресе у нас в гиперссылке была картинка. И вот здесь в миниатюре, то есть в картинке, которая у нас отображалась вот здесь внизу, у нас тоже была та же самая гиперссылка, да. Но единственное, что размер у нас изображения был в разы меньше, нежели чем размер изображения, который у нас отображается в классе BIC. А сейчас мы с вами будем использовать вот такую вот точку. Это просто-напросто иконка, да. Иконка, которая отображает вот как раз вот эту вот точечку и позволяет нам на нее наводить. То есть, по сути, вот здесь вот во всех четырех гиперссылках у нас картинки абсолютно одинаковые, да. Это просто-напросто вот такие вот красные точки. В целом их можно скачать, их можно скачать абсолютно любые обозначения, можно стрелки, не стрелки там, то есть все, что угодно, да, и реализовывать можно абсолютно по-разному. Вот дальше получается. Что мы с вами делаем? То есть здесь еще раз, да, адрес картинки, которую должна открыть гиперссылка, да. Сама гиперссылка выглядит в виде картинки, а эта картинка у нас просто-напросто обычная иконка точки. То есть, собственно, здесь больше у нас ничего не поменялось. А в CSS у нас с вами, да, класс фото я, кстати, убрала. Только единственное, что я его оставила в HTML, да. То есть вот этот вот класс в целом как бы нам, по сути, не нужен, да, потому что он нас отвечал за как бы за позиционирование. То есть здесь у нас и так все стоит на своих местах, и, собственно, ничего с этим абсолютно не происходит. У нас идет позиционирование абсолютно. Помним, да, о том, за что у нас отвечает Transform Translate, о том, чтобы у нас позиционировать по отношению именно к центру самого изображения либо какого-либо другого элемента. Вот также в классе BIC изменения произошли следующие. о том, что сам BIC стал флексом, это раз. Не помню, был он флексом или нет. И здесь у нас изменилось как бы вот этот размер. Давайте единственное, что попробуем 100% поставить. Не помню, поставится ли он в процентном соотношении. Ладно, нет, он не поставился процентом. Ну, нет, он поставился, но он именно по отношению к картинке поставился, поэтому не совсем корректно, да. Вот, можно было бы, в принципе, установить размер у галереи, да, и по отношению к галереи, в принципе, возможно бы он установил процентное соотношение, да. Здесь нужно смотреть именно в позиционировании, возможно, дело, да, и смотреть, как оно будет, как оно будет корректно отрабатывать. Мы сейчас, в принципе, делать не будем. Вот, дальше, the small, margin top, display flex, да, gap 5. И вот как раз вот эта вот картинка, которая, помните, мы с вами настраивали, здесь тоже у нас изменилась, и изменилась ширина и высота этой картинки. Она стала 10 пикселей. В целом, вы можете сделать значение меньше, больше, там, как хотите. Дальше, hover pointer у нас осталось все то же самое, ну, и непосредственно сама кнопка button, в принципе, она у меня исчезла, да, поэтому, поэтому в целом ее даже можно как бы не писать, потому что вот здесь я не стала добавлять кнопку button для того, чтобы, для того, чтобы она у нас сворачивала компоненты, и, по-моему, в HTML она, если что, убрана. В принципе, в HTML ее нету. Вот, это то, что касалось изменения HTML и CSS, да. А теперь, что у нас происходит в JS, да, наша задача была сейчас подключить JS, и еще раз мы пропишем, мы пропишем это все дело ручками, да. Почему ручками, в принципе, потому что можно было бы, конечно, там вам это все скинуть, мы это все писали, нужно все скопировать, но повторение мать учения, поэтому все-таки JS мы с вами напишем вручную, то есть, и еще раз я проговорю, да, что значит каждая строчка и как мы с ней взаимодействуем. Итак, первое, помним, да, о том, что как минимум документ рейди, и документ рейди у нас отвечает за загрузку, загрузку чего и после чего, кто помнит, напишите. Вот документ рейди, вот эта строчка, за что у нас отвечает? Изображение, отключение скриплита находится в табел, да. На самом деле, так, загрузки после всех файлов начинают работать код JS, да. Тут ближе всех оказались действительно Тамерлан и Вячеслав, да. То есть, смотрите, действительно документ рейди – это та самая функция, которая позволяет нам загрузить сначала контент, да, и только после этого у нас уже подгружается jQuery библиотека и наш с вами JavaScript, да, потому что если мы не пропишем документ рейди и напишем подключение в тайтл, да, то в этом случае у нас происходит загрузка поочередно всех компонентов, которые у нас подключены в линке, и только после этого загружается контент. И так вот, если у нас, получается, jQuery и JS подключаются раньше, чем контент, то в этом случае они просто-напросто не отрабатывают по отношению к данному контенту. Вот и все. Поэтому документ рейди, и мы его пишем внутри документ рейди. Поэтому обязательно смотрите на вот такие вот, как бы, ошибки. Это такая распространенная весьма ошибка, что у нас, как бы, документ рейди закрывается в самом-самом конце. Ну, не то чтобы к страшным, просто самого интерактива, так как лога у нас не будет, да, как бы у нас не покрашится вся, там, вся страница, у нас все будет хорошо. А CSS у нас, в принципе, это у нас отвечает именно за JS, да, как бы к CSS отношения никакого не имеет. Вот, но, как бы, да, мало-малоприятные последствия, да, о том, что он просто-напросто не будет, не будет отрабатывать JavaScript. И так, ой-ой-ой, не должно было комментировать, на самом деле. Ну, возможно, не исключено, не исключены такие последствия. Итак, опять же, да, помним о том, что мы с вами обратились к АА, к селектору А, это у нас к селектору гиперссылки, ну, и также здесь обратились к классу Small. Mouse Over – это у нас наведение мыши, то есть Mouse Up – это клик, да, грубо говоря, клик и Mouse Up – это одинаковый, а Mouse Over – работает по такому же принципу, как у нас работает псевдокласс Power в CSS, да, на моде мышкой, и в этот момент у нас что-то с вами происходит. Дальше, Function, и вот эта буковка Е – это Event, да, вот он, вот он Event Prevent Default. Для того, чтобы у нас просто-напросто не грузились, не отрабатывали здесь функции по клику, да. Ну, единственное, что здесь проблема заключается в том, что это решается просто пропиской еще клика, то есть если мы нажмем на, получается, кнопку, то у нас произойдет вот такая вот ситуация, не очень приятная. То есть это решается, получается, что мы еще раз прописываем ту же самую функцию, да, но уже без нажатия, можно, в принципе, с нажатием, да, ее прописать. То есть вот таким вот образом, то есть она у нас прописывается, вот, но единственное, что вот здесь у нас указывается клик, да. То есть мы также это все дело заблокировали, и в этом случае даже если мы нажмем, ладно, я не обновила, sorry, обновить, даже если мы нажмем, да, то есть у нас ничего не произойдет, и функция у нас будет заблокирована. Ну, единственное, что не помню, сработает ли это вот так. Сейчас рубрика эксперимента. Да, у нас ничего. Да нет, тут клик работает. А, ну, наведение мыши срабатывает, да, а сам клик у нас, в принципе, не срабатывает. Поэтому в целом мы можем просто написать блокировку и вот таким вот образом. Так, лишнее удовлетворила. То есть это вот как раз то, что остановит вот ту штуку страшную, которую я показала, да, потому что как бы клиент, он же не знает о том, что он навел мышкой, и все сработало. Как правило, нужно клиентам тыкать везде и всюду. Ну, в принципе, это нормальное поведение, потому что мы пытаемся понять интуитивно, как работает сайт, да, и не всегда это понятно. Возможно, какие-то функции, ну, как бы скрытые, не совсем и не совсем очевидны. Вот, поэтому как бы мы как раз и прописываем вот это, да, блокировку стандартного поведения. Это блокировка стандартного поведения браузера. То есть когда мы что-то там, данную функцию вызываем, у нас картинка должна, по идее, открыться в большом окошке. И вот как раз нам вот это не нужно. Вот, поэтому мы и блокируем. С блокировкой я надеюсь, что мы разобрались, да, и все хорошо. Здесь mouse over, здесь клик, да. При mouse over мы заблокировали стандартное поведение функции. Это при наведении мышкой, да, на вот эту маленькую точку. А здесь мы при клике на эту точку тоже заблокировали стандартное поведение функции, да. И при клике мы больше ничего не рассказали, да, о том, что при клике у нас ничего не происходит, больше другого просто блокируется поведение функции. Вот и все. А здесь у нас идет проверка условий, то есть нам необходимо понимать, да, о том, что вот эта картинка, главное, первое, должна у нас отличаться от той картинки, на которую, на гиперссылку, которой мы наводим мышкой. То есть их адреса, да, то есть адрес их является атрибутом. Поэтому здесь мы работаем с атрибутами. То есть мы обратились к BigMage, где у нас вот этот большой прямоугольник, в котором должна отобразиться фотография. Обратились к атрибуту, да, атрибуту какому, который отвечает нас за EURL, и сравнили его, да, о том, что если вот этот адрес у нас не равен адресу текущего объекта, текущий объект – это у нас вот эта гиперссылка, то в этом случае изображение у нас будет меняться, да, вот на виду второй раз, вот первый раз, второй раз ничего не меняется, да, потому что у нас эта функция не выполняется. И если это действительно и является истинным, что изображение в классе BigMage и изображение, которое мы хотим открыть при помощи гиперссылки разные, то есть адреса разные, то в этом случае мы, получается, скроем картинку и атрибут src заменим на атрибут href текущего объекта, того, который у нас выделен, и покажем в течение одной секунды. И вдобавок еще изменим CSS свойства при помощи метода CSS на ширину 100% и на высоту 100%. А, ну, дальше это просто та же самая функция, просто, просто блокировка поведения функции. Я верну, вот если что, даже вот так, наверное, сделаю. Постараюсь сделать так, чтобы у нас все вылезло, ну, почти. Дальше получается следующая часть. Когда мы наводим на вот эту самую картинку, она у нас бледнее, да? То есть мы обратились к картинке, находящейся внутри гиперссылки, которая, в свою очередь, находится в классе Small. Такой вот составной селектор. Mouse over при наведении у нас меняются свойства текущего объекта. То есть вот он, текущий объект у нас fade to, да? Меняется менее чем за одну секунду, и видимость также 60%. Ну и дальше, если мы с вами щелкаем внутри документа абсолютно в любом месте, то в этом случае у нас, единственное, что не mouse over, а mouse out, да? Или на щелчок, нажатие, либо клик, это может быть, да? Эти функции помним о том, что во многом очень похоже. То есть мы к нашему объекту Small.amh, то есть к картинке, да? Применяем следующее действие. И fade to за 0 секунда у нас видимость возвращается до 100%. То есть и отрабатывает это следующим образом. То есть вот если мы щелкаем в пустом месте, видите, они у нас как бы обратно верфи вернулись. То есть вот я сейчас понавожу у нас. Не меняются, да, свойства щелкнув в пустом месте, они снова яркие. То есть вот таким вот образом мы можем делать слайдеры уже сейчас, да? То есть в принципе как бы задавать интерактив пользователю. То есть помимо того, что интерактив, это вот как раз вот упражнение с прошлого занятия, когда мы можем, грубо говоря, создавать карточки товаров, и у нас вот эти миниатюрки можно посмотреть в большом изображении, то вот как раз в качестве слайдера также можем использовать. Да, да, да. При наведении получасно маленькие точки меняются картинки. Ну, это как такой, знаете, механический такой баннер, да, именно за счет того, что пользователь этим делом управляет. Ну, это как один из таких, знаете, самых-самых прям простых способов реализации, потому что есть через массивы, на чистом JavaScript написанный. На самом деле огромная вариация создания вот этих всех слайдов. можно менять покадрово, то есть мы с вами сейчас, когда будем рассматривать анимацию CSS, у нас с вами будет покадрово меняться, получается, значение, и можно, в принципе, это использовать. Да, через background image, и непосредственно как бы заливку для блока, то есть чтобы она у нас менялась. Да, можно, конечно, просто строчек будет в разы, в разы, в разы больше. Там будет через, получается, методы CSS, то есть сокрытие, да, там потом показ компонентов, циклы, то есть объединение объектов в группы, цикл, прохождение по этому циклу и так далее. В общем, код будет весьма-таки большим на чистом джете. Нет, я поняла. Ну, на самом деле, то есть там еще нужно говорить об API, об автоматизации, потом идет у нас еще Ajax и прочие прелести, которые как бы нам говорят по поводу автоматизации, загрузки, скорости отображения. Поэтому именно в том плане, что CSS либо библиотека, но с библиотекой понятно, что он будет там тяжелее, да, предположим, проект сам по себе. Вот, ну, опять же, просто библиотека, она нам нужна даже больше не для скорости загрузки, она нам нужна больше для, скажите, я вам скажу, для упрощения на описание кода. Но при этом, если сравнивать, допустим, с библиотекой, либо на чистом JavaScript, то с библиотекой будет быстрее. И то, да, у библиотеки есть определенный, помните, да, о том, что есть сокращенный файл, с мин, да, с припиской, а есть, который полный. Вот, и как раз таки, смотря какую библиотеку, да, именно какой файл библиотеки мы будем использовать. То есть вот с CSS, в принципе, без JS, ну, мне кажется, не очень корректно сравнить. Потому что JS, он дает нам интерактивность. В принципе, CSS тоже можно на чистом писать HTML, CSS, просто без JS. Особенно какие-нибудь простые сайты, из разряда сайтов, визитка, лендинг где-то, как его функционала-то особо нету, да, что если не нужно нам связи с этим, с бэкэндом, то есть вот так вот. Скорость отображения, как бы, да, компонентов, элементов, там можно использовать, допустим, картинки SVG формата, не PNG, JPEG и так далее, да, это тоже упрощает загрузку. Векторная графика легче, чем растровая графика, да, опять же, видео, не видео, можно просто вставлять ссылки на видео, какие-то. То есть, ну, как-то можно в любом случае упрощать страничку. Так, окей, я надеюсь, что все успели, все написали. Если что, скрин скрипта я скинула, да, он находится в диалоге. Теперь давайте поговорим об анимации, только сейчас я его открою. Если время останется, то поговорим, да, по поводу скорости загрузки, хотя бы именно таким образом и через что она делается. Если нет, то, скорее всего, будет уже больше на бэке, да, потому что все-таки там и хостинги, и не хостинги, оптимизация сайта и так далее. Это все, это все больше бэковская часть, нежели чем фондовская. Здесь у нас вообще все будет максимально просто. Сейчас я загружу. Так, сейчас мне нужно будет найти. Здесь в CSS сидела, я потом его подправлю. Так, сейчас, секундочку, немного не то, что хотела показать. Сейчас. Сейчас прям не помню, где-то лежит этот проект сделанный. Я не помню. Минуту буквально, пожалуйста. Значит, давайте ее, а тот, про который я сказала, я его тогда поручу и потом сделаю. Это как раз таки развороты, просто хотел его тоже, да, показать. Так, здесь получается, получается, давайте я вам HTML-ку скину. Вот, а все о CSS мы с вами допишем, да, потому что, в принципе, хотя нет, в JS, в принципе, у нас есть одна. JS нам, скорее всего, здесь будет просто-напросто не нужен мне особо, слава помню, просто организацию проекта. Так раз проблема, когда какой-то промежуток времени к проекту, к проекту не обращался. HTML, да, на основе этого HTML мы с вами уже непосредственно будем как раз таки работать. То есть, смотрите, что мы здесь сделали в HTML. в HTML мы с вами разместили только, ну, да, если вдруг будете прописывать комментарии, у нас есть какой-то класс в RAP. То есть, это класс, в принципе, вот это вот зеленое, вот это облагость, это вот как раз есть вот этот RAP, да, о том, что он просто, грубо говоря, нам участвует в качестве подложки. Можно было бы работать, да, в целом и без него, потому что в основном за саму конкретно карточку у нас отвечает вот эта вот часть, да, карт, фонт и бэк. То есть, карт, это, в принципе, общая. Вот это вот она, вот я сейчас буду крутить ее, видите, у нас вот эта вот черная рамка, ну, я ее подправлю, это просто я показывала глубину, отредактировала и обратно не вернула просто-напросто. Вот, видите, вот эта вот черная рамка, это вот как раз у нас и есть класс карт. Дальше, фонт, это вот если мы с вами посмотрим вот сюда, особенно если вот так, да, то фонт это лицевая сторона, а бэк это задняя сторона карточки. И, по сути, что у нас здесь происходит? У нас происходит как бы наложение, получается, у нас как бы создается бутерброд, такого плана, да, о том, что с одной стороны у нас, грубо говоря, это две карточки, да, ну, формально, вот, надписи, да, вот, то есть получается с лицевой стороной фронт, да, а с задней бэк, и они просто-напросто меняются, да, они разворачиваются по горизонтали, но при этом здесь немного горизонтали искажено, и даже учитывая, что они будут у нас вертеться по горизонтали, у нас это движение будет происходить по оси Y, хотя все помним, да, о том, что ось Y, что у нас вертикальная ось, а не горизонтальная. Вот, ну, это просто такие-таки вот определенные нюансы. И внутри вот этого класса карт у нас будет с вами находиться просто-напросто два класса, класс фронт и класс бэк, да, и внутри просто будет находиться текст. По сути, у нас изначально, то есть что мы здесь создаем пока что без CSS, то есть каков будет наш с вами здесь первый изначальный вариант. Вот у нас есть класс карт. А сейчас мы с вами создали, получается, вот это фронт, и получается вот это класс бэк. Вот, они сейчас находятся друг по другу внутри вот этого класса карт. Следующим этапом, что мы с вами сделаем, ну, следующий, да, этап, давайте вот так сделаем. Следующий, это у нас будет, это у нас первый этап. Следующим этапом у нас с вами произойдет вот какого, у нас как бы произойдет наслоение, да, из-за позиционирования. Ой. То есть из-за позиционирования у нас будет фронт. Ну, единственное, что они один в один наложатся, да, то я здесь, чтобы показать вот таким вот образом у нас-то все бук, да. Мы как бы соединим одно, наложим на другое. Это все у нас произойдет из-за позиционирования. Вот. А следующим этапом у нас с вами произойдет, вот, то есть вот она наша карта будет, да. А следующим этапом у нас как бы произойдет вот что. Мы их растянем, то есть вот таким вот образом на всю карточку, да, но при этом также из-за позиционирования они формально будут наложены друг на дружку. У нас как бы создастся вот такие вот как бы две плоскости, наложенные друг на друге. И из-за этого получается, что мы изначально вот эту вот карточку, которая, вот она, бэк, да, мы как бы изначально развернем так, чтобы она, получается, как бы была отражением нашей карточки фронт. Вот. Ну и сейчас будем смотреть на CSS. Ну и также при наведении мыши мы просто-напросто будем менять им как бы позицию, да. Не то, чтобы даже позицию, а именно разворачивать конкретно по градусам. То есть так будет правильнее сказать. Вот. Все. Здесь у нас только вот только подключается непосредственно CSS. Дальше посмотрим на анимацию. Так, отлично. Что это у меня такое? А, все. Окей. У меня просто две работы в одной работе. Все, супер, отлично. А, только единственное, что я тогда верну. Вот так верну. Следующую мы рассмотрим, как только сделаем вот эту. Оттуда просто комментировала, что есть плохо, да. Я потом их разъединю, и все будет у нас хорошо. Итак. Что мы здесь делаем, да. Мы с вами, как правило, указываем body. Единственное, что здесь у меня не указало margin. Margin 0. Да. Для того, чтобы избежать вот этих вот отступов, которые непосредственно у меня были, и которые я здесь не указала. Font family, здесь, если хотите, меняйте шрифт, хотите шрифт, не меняйте. Это у нас замена шрифта. Дальше, получается, мы настраиваем с вами непосредственно в RAP, да. Здесь, единственное, что 100% можно указать. Единственное, проверю. По-моему, при позиционировании должны работать проценты, да. То есть, вот так вот, правильно. Указываем позиционирование 100%. И обратите внимание, вот они, top и left, да. О том, что мы левый угол закрепили вот здесь. И рассказали о том, что по ширине и высоте данный класс у нас будет занимать все пространство. Мы как бы создали подложку для нашей карточки, да. То есть, вот подложка, в прямом смысле, вот она, видите, у нас карточка как бы вращается и создает определенную глубину, да. Единственное, что из-за настройки глубины она весьма-таки большая получается, как бы глубина сильно большая, да. Но мы сейчас все дело подправим, и она у нас будет вертеться весьма-таки корректно. То есть, здесь это, получается, высота, ширина, позиционирование и цвет. И для того, чтобы сама карточка у нас стала с вами по центру, мы с вами используем display flex, align item и justify content. Да, просто-напросто стандартная центральная, как бы, вот центровка при помощи flex. То, для чего flex очень часто и применяется, да, именно для центровки тех-либо, тех-либо иных объектов. Ну, их положение, переносы и так далее. Но, опять же, это все можно будет сделать также при помощи гриды и при помощи фреймворков. И, в принципе, тут, может быть, абсолютно разные методы воздействия именно на центральное позиционирование. Следующее здесь я буду писать по чуть-чуть, да, и потом вы мне будете говорить о том, что дописали, либо не дописали. Здесь, смотрите, опять же, у нас с вами идет ширина и высота карточки. Это вот эта вот черная рамочка, да. Вот, мы здесь могли бы использовать абсолютное позиционирование, мы могли бы с вами использовать 50% top и left, 50%, да, transform, translate использовать минус 50%, минус 50%, но, в принципе, пока что обойдемся без этого. А здесь нас будет интересовать ширина и высота, дальше border – это вот эта рамка. То есть, опять же, да, эту рамку в целом хотите добавляйте, хотите не добавляйте, да, но в этом случае тогда будет немного непонятно, да, о том, что, ну, есть она и есть, да, ну и бог с ней. Вот, пока что мы ее добавим в рамках просто упражнения и позиционирования related. Видите, в принципе, можем, можем, если мы его не добавим, то ничего у нас не поменяется, потому что, да, здесь мы его вот как раз не указывали, поэтому здесь relate, в принципе, оставим, ну, вернее, уберем, потому что здесь он нам будет не нужен. Сейчас посмотрим, корректно, корректно, все хорошо. Вот, а вот здесь вот перспектива, то есть чем значение больше, то есть здесь мы оставим с вами тысячу, да, и при тысяче она будет у нас корректно весьма таки вращаться. То есть, видите, она у нас не увеличивается и как бы создается такой 3D, создается такой 3D эффект. Вот, ну и прячем. То есть, ну и все, border, 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 solid, один пиксель. Или, смотрите, здесь цвет не указан, да, если мы с вами цвет не указываем, он автоматически у нас становится черного цвета. Можно сочетать анимации CSS и можно сочетать анимации jQuery, то есть для того, чтобы реализовывать те либо иные свойства. Но при этом те же самые свойства можно задавать объектам и через jQuery метод, метод CSS, да. То есть jQuery, в принципе, здесь способен заменить там какую-то позицию определенную, добавить определенные свойства к какому-то конкретному объекту. Но единственное, что если мы, допустим, пишем огромное количество CSS-свойств JavaScript, то как бы вопрос, зачем нам CSS, да. Так бы, поэтому CSS для CSS, JS для JS. Мы метод CSS-то можем использовать, но, опять же, да, писать там километровый CSS-код не совсем целесообразно и разумно. Тогда допишите вот эти вот два класса, дайте знать, пожалуйста, об этом. То есть вот этот body, если что, вот эта штука, подключение шрифта, да, sans-serif, это просто тип шрифта. То есть, в принципе, он здесь может быть абсолютно любым. Напоминаю, мы просто им очень давно не пользовались. Мы можем использовать вот здесь вот абсолютно любой шрифт, который он предлагает, просто выбрав, да. Либо можно непосредственно просто скачать шрифт, его установить, либо подключить просто шрифт к проекту, его использовать. Тоже мы это будем рассматривать. И также можно просто найти название шрифта в интернете, его применить, и все будет работа-работа. Но, опять же, не каждый шрифт на самом деле очень хорошо отрабатывает на русскоязычном тексте. Бывает такое, что на английском он там смотрится супер-пупер красиво, и он прям применяется, да, а к русскоязычным словам он не применяется. То есть в этом случае даже на русскоязычных сайтах рекомендуется использовать задлушки на русском языке. То есть просто использовать генератор текста вместо лорома. Но это уже проблема больше даже дизайна, да, потому что в макетах как раз-таки для того, чтобы применить и показать шрифт, могут использовать как раз русскоязычные заглушки. Но русскоязычных заглушек так каковык, как лором, да, и таких рыб у нас нету. Вот, поэтому просто-напросто генерация текста, абсолютно любой генератор для этого подходит. Ну, как правило, он генерирует фразы из каких-либо книжек, диалоги, отрывки, там, ну и так далее. Если у кого-то что-то не получается, пожалуйста, говорите, давайте разбираться, не стесняйтесь, не бойтесь ни в коем случае, никто там неплохо не скажет, то есть это всё хорошо, мы ставим на обучение, да, и наша задача разобраться. То есть вот здесь вот глубина, чем она будет меньше, да, тем она как бы будет больше выезжать на нас. То есть чем она будет, наоборот, больше, тем больше плоскость она у нас будет уходить. Поэтому даже если бы здесь поставить в глубине плоскость, то в этом случае у нас, ну, там, если прям совсем её выстатываете большую, то в этом случае она у нас прям будет прям совсем плоско-плоско указываться. Это перспектива у нас, да. Анастасия Александровна, я немного вот не понимаю, у нас сейчас должно уже что-то работать? Я, может быть, я, может быть, а, нет, всё, окей. Я подумал, я что-то пропустил очень сильно, и у меня ничего не отображается, ну, кроме вот надписи. Всё, у вас должно просто, пока что, смотрите, у вас должно отразиться зелёный фон, карточка, и вот эта рамка чёрная по центру, вот этот. Да, то есть, да, внутри ещё могут быть фразы, и фронт и бэк, могут быть друг на друге. Да, точно. То есть, потому что мы сейчас вот эти развороты все с вами пока что ещё не добавили, окей. Давайте перейдём дальше. Теперь смотрите. Ну, у нас весьма-таки большой CSS на иденти. Смотрите, у нас есть с вами два класса, да, класс фронт и класс бэк, которые таки у нас и отвечают за вот эти вот надписи, правильно. И дальше, что мы с вами должны сделать? Вот здесь мы с вами перешли вот к этому тапу, вот к этому. И вот к этому одновременно. То есть, здесь мы их одновременно настроим, даже вот к этому, да, придём. То есть, здесь у нас непосредственно бэк перекроет фронт. То есть, позиция абсолютная, но абсолютная внутри, внутри, вот такой внутри карт. То есть, мы как бы их вот каждый и фронту, и бэку, вот сейчас вот здесь вот, да, абсолютным, абсолютным позиционированием мы сделаем с вами так, чтобы у нас вот эти два блока наложились друг на дружку, так, и соединились вот этими левыми уголочками, вот этими. И получили вот такую вот конструкцию, которая есть у нас сейчас по центру. То есть, это вот как раз абсолютное позиционирование, потому что вот этот левый уголочек каждого из вот этих делов будет иметь абсолютную позицию, абсолютно одинаковую. Укажем ширину и высоту 100%, ну и топ-лефт, единственное, что у меня плохая привычка, вот так вот нужно прописывать, то есть, ширина, высота 100%, топ-лефта у нас будет 0. Обратите внимание, да, что у вас будет это вот таким вот образом, у меня просто автоподборы идут, автовыравнивание, поэтому он у меня при сохранении переносит вот так в столбик, но по сути это одно и то же. Мы обратились к двум классам, и вот этим двум классам пока что мы здесь совместно прописали, получается, одинаковые свойства, да, к контору и к одному, и к другому. Для того, чтобы у нас текст стал по центру, можно прописывать display flex, align item, justify content. Единственное, не помню, возможно, секунду, возможно, сработает и одна строчка такая, как margin 0 auto. Не факт, но, возможно, сработает, сработает, нет. Значит, только flex здесь будет корректно работать. То есть, значит, выравниваем текст при помощи того же самого flex. Ну и дальше транзит, получается, сама анимация, да, у нас будет происходить в течение 10 секунд. То есть, если мы здесь поставим, предположим, 2 секунды, не миллисекунды, а 2 секунды, да, если JS у нас воспринимает миллисекунды, то CSS у нас воспринимает секунду, вот, да, и, то есть, вот это у нас отвечает вот как раз за время вот этой карточки. То есть, это транзит, это транзит. Бордер радиус, скругление, да, карточки и бэкфейс. Да, бэкфейс у нас, бэкфейс у нас зеркалит текст, да, потому что вот даже если мы вот сейчас, вот видите, назад, если мы с вами не используем бэкфейс, то в этом случае у нас с вами произойдет следующее. Вот видите, задняя часть у нас, как бы, видите, отозеркальна, так как она как бы там скрыта, то есть, ну, даже не то, чтобы зеркалит, оно скрывает, скрывает вот эту заднюю, заднюю сторону. То есть, вот она, вот, простите, переднюю скрывает. То есть, вот так у нас пока что происходит, да, если мы непосредственно бэкфейс выключим. То есть, она скрывает у нас одну часть. Вот, то есть, сейчас, получается, она скрыла, то есть, мы использовали бэкфейс, и у нас, как бы, скрылась задняя часть, и изначально она не показана, она будет показываться только при развороте, да, для этого, вот, как раз у нас идет вот это сокрытие, это просто скрыть какую-то, какую-то из частей. Ну, и борт радиус, как я уже сказала ранее, это, как бы, сокрытие, ой, это скругление просто, все. Ну, и дальше, следующий класс, коли его здесь видно, сразу, сразу поясню. Background Color, это к фронту. Для того, чтобы у нас они имели разные цвета, и просто хоть как-то у нас выделялись, то есть, опять же, да, вот это далеко вообще необязательное свойство. То есть, они могут быть у нас абсолютно одинаковыми. Background Color, и дальше просто, просто указала белый цвет. Давайте, вот это допишем, и сходим на 10 минутку. То есть, в этом случае, сейчас у вас только скроется задняя часть, да, и у вас, как бы, текст наложится друг на друга, и займет 100% от класса карт. То есть, по сути, пока что перевод, развороты тоже пока не работают, да, потому что развороты мы будем задавать немножко позже. Вот, давайте по два плюсика, потому что у нас тогда, иначе, плюсики в единую конструкцию сложатся. Border Radius, это скругление фронта и бека. То есть, если мы это не добавим, то у нас вот она, картонечка, будет просто, просто прямой. Вот, поэтому я, это просто стилистический код. Хотите добавлять в скругление, хотите, но, как бы, хотите, нет. Суть, суть от этого, в принципе, не поменяется. Сейчас, секундочку, давайте я тогда закоменчу вот эти вот штуки все. И посмотрим, да, так, чтобы как раз у нас одинаково было, будет применяться. Нет, все, все, все окей. Все так и должно быть. Вот, все, все исчезнет у нас потом. Вот, как только мы развернем бек. Так, то есть, нам нужно будет его развернуть для того, чтобы он, как бы, спрятал стол, спрятался, да. Поэтому, поэтому он, как раз у нас сейчас и виден, да. Но мы сейчас входим на разрыв, и все остальное у нас после, после разрыва все. Поэтому, пока что такое состояние у нас весьма-таки, как бы, нормальное и обычное. И все получилось. Окей, теперь давайте продолжим дальше. Так, давайте я включу, наверное, демонстрацию, и дальше разберемся с ошибками, да, которые, которые писали. А, ну да, действительно, получается, были правы. А, тринадцатая строчка, у вас ошибка. То есть, там стоит red, а должно быть буковка J, да, стоять RGB. Вот, то есть, можно, конечно, установить, просто написать цвет red. Потом появится этот квадратик, да, и установить желаемый, желаемый цвет, в принципе. Вот, то есть, скорее всего, исходя из этого, была допущена опечатка. Ну, это так все должно быть хорошо. То есть, квадрат у вас будет белый пока что, да, а именно рамка черная, а фон непосредственно какой вы установите. Так, теперь дальше по коду. То есть, мы с вами прописали фронт, да. Да, и вот теперь, смотрите, background color я указала цвет для бека, да, для того, чтобы, в принципе, у нас не просто менялась надпись, а менялся еще и цвет. И вот здесь указала непосредственно transform, и в transform прописала rotate y. То есть, как я уже говорила, да, здесь немножко логика осей будет чуть-чуть нарушена. То есть, если мы здесь с вами пропишем x, то на самом деле меняться будет иначе. Так. Да, то есть, если мы здесь пропишем x, ну, единственное, что везде нужно было прописать, да, секундочку, исчезнет верхняя панелька. Ну, то есть, вот видите, сейчас верхняя, да, у нас. Ну, из-за того, что как бы у нас не все прописано, то так, то есть, если мы, если пропишем y, то у нас будет как бы вертеться по горизонтали, да, если мы напишем x, то у нас будет вертеться по вертикали, что, собственно, как бы и нарушает ту самую логику. Итак, что мы делаем с трансформ? Мы как бы вот эту нашу карту, ниточку b, как бы и зеркалим, мы ее разворачиваем на 180 градусов по оси y, по нарушенной оси y. Ну, вот, вот здесь 180 градусов, да, 180 здесь, это у нас как раз и есть 180 градусов. Только, пожалуйста, без кавычек, без апострофов, и, то есть, он вам изначально подскажет, что это y, должен подсказать. То есть, вот, иногда бывает такое, что он вот этот ротейт не воспринимает. Не случаются такие, такие ситуации, решается все это просто переписать строчку. То есть, вот именно вот так вот с ротейтом это работает. Дальше, смотрите, мы ее просто изначально перевернули. Здесь мы фронт, зад, дали цвет, а бэк мы как бы перевернули, да, и за счет вот этих общих заливок у нас произошло то, что мы, ну, плюс у нас сокрытие задней части, то есть, у нас и, в принципе, сокрытие, сокрытие, да, частей, то здесь у нас как раз и происходит эффект как бы замены, да, эффект переворачивания. Вот, тоже, и вот здесь получается, что мы сделали при наведении. То есть, вот это, это ее изначальное дефолтное состояние, да, о том, что лицом она к нам фронтом, да, а получается, ну, сзади у нас бэк. А вот это состояние, которое у нас отрабатывает именно при наведении мыши, то есть, при помощи ховер, да, псевдокласс ховер. То есть, мы к классу карт накладываем с вами события ховер, то есть, мы наводим как бы на карт, то есть, ну, по сути, можно было бы, то есть, можно было бы и к фронту, да, и наложить там, либо там к бэку, то есть, неважно. То есть, и здесь говорим трансформ, то есть, по сути, что мы, да, должны сделать? Мы должны при наведении, получается, мыши на наш класс карт теперь развернуть фронт. То есть, трансформ ротеет Y-180 здесь. То есть, мы теперь фронт разворачиваем, да, болток станет вот так. Вот, и дальше также, и здесь же, да, при наведении мыши, это у нас одно событие, оно просто накладывается, оно как бы на карт, но при этом воздействие происходит на разные классы. То есть, здесь нам необходимо ротеет 360, то есть, формально, формально у нас он здесь и так уже на 180, плюс еще 180 градусов, да, и у нас получается 360. То есть, получается, у нас вот этот ховер сделает, как бы, полный оборот. Вот, и достигнет позиции в 360 градусов. То есть, вот за счет этого у нас и будет происходить замена. Ну, единственное, сейчас я только подчиню, вообще это должно было подчиниться. Он просто не обновился в тот момент. Так, не полностью. А оборот, смотрите, он и не будет проходить полностью. Все, да, да, все окей, так, не двигается, скорость можно как-то регулировать. Да, сейчас покажу скорость, повернулся сейчас. Да, скорость окей, уже показали. Супер, давайте, у кого ошибки, кто будет первый показывать? Я говорю, у меня просто телефон не сразу цепляет сообщение. Так, ну, давайте, показывайте, загружайтесь. Сначала покажите, почему-то, в принципе, CSS у вас одну ошибку выдает. Только вопрос, какую? Интересно. Давайте смотреть, вот. Display Flex Center Center, ширина, высота, 1 пиксель, солид, перспектива 1000. Идем ниже. Здесь абсолютно, абсолютно. Top Lab, Display Flex Center, центр. Transition 10 секунд. Вот эту 42-ую можно, в принципе, поменять для того, чтобы она быстрее работала. Так, сейчас, секундочку. Так, hidden, правильно, да, прописано так. Окей, border radius, вроде правильно. Идем ниже. Ну, во-первых, transform, вот он, да, у вас 61-ая строчка, опечатка. 61-ая. Сейчас попробуйте. Мышу введете, она будет обратно. То есть так сработает при наведении мыши. Как только мы еще убираем, возвращается уже в исходную позицию. Окей. Так, кто следующий? Александр, вы, по-моему, хотели, да? Так, больше все, ни у кого. То есть мы, получается, как бы ховр накладываем к карту, да, но при этом, получается, внутри, когда свойства указываем, то есть они будут именно на фронду и к бэку. Динара, запускайте демонстрацию, покажите. Ну да, у вас, получается, он как бы переворачивается, да, но при этом исчезает. Вот, покажите под. Давайте пройдемся по ходу. Ну, давайте с самого, с самого, секунду. Здесь, так, div, div, да, карты мы закрыли, в принципе, врах мы закрыли. Окей. Вдем в CSS. Давайте смотреть. Я буду самой первой строчке смотреть, потом, если кто-то вдруг внизу заметил ошибку, то сообщите. Бит 100%. Динара, зайдите в ваш тиммл и покажите, как у вас, у вас фронт или фронт. Фронт. Все верно. В CSS. Так, здесь 1, 10, 5. Центр, центр, 100, 100, 0, абсолют. Здесь фронт, бэкграунд, колор, один цвет, у бэка другой цвет, да, плюс мы его переворачиваем при помощи трансформа и почему-то что-то случается потом. Да, вот как раз были, были, были правы по поводу, по поводу фронта. А ниже спустить, здесь, да, давайте досмотрим. Ну, хотя, в принципе, все, в принципе, здесь больше смотреть нечего. Супер. Зацикленность анимации у нас будет происходить при помощи, как раз таки, кадров, и мы это рассмотрим. Вот, но чуть-чуть позже, возможно, сегодня, а может быть начнем сегодня, закончим четверг. Итак, смотрите, давайте тогда дам сейчас небольшую самостоятельную работу. Окей. Теперь, смотрите, давайте на основе этой работы будет такая небольшая самостоятельная работа, абсолютно небольшая, буквально минут 15. На самом деле, времени займет. Так, ну, и я, как обычно, порисую. То есть, необходимо сделать 3-4 картонечки здесь на ваше абсолютно личное усмотрение. Они будут у нас одинаковыми. Внутри разместить, получается, картинку, фотографию, книжки, фильма, сериалы, в принципе, всего, чего хотите. Здесь прописать название. А на задней стороне, то есть, на задней стороне этой самой карточки, да, прописать просто-напросто описание. И, собственно, все, больше здесь сделать не нужно. То есть, вот здесь у нас будет просто располагаться внутри описание. Это и нет, и нет, смотрите, это, если что, полуинчайцы, вот они связаны, да, вот они связаны между собой, да, это просто лицевая и задняя сторона карточки. Просто нарисовать иначе я здесь не смогу. Нет, демонстрацию, супер, отлично. Итак, еще раз. Загрузилась? Так, 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 так. То есть, необходимо будет сделать три карточки. Три-четыре здесь на ваше усмотрение. Внутрь каждой карты, иначе, 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 иначе добавить фото. То есть, вот это, это фото. Фото книжки, фильма, сериала, там, не важно, что это фото. Добавить название, то есть, это вот это. Просто название этого компонента. Вот здесь на оборотной стороне добавить текстописание. То есть, здесь у нас будет текст, текстописание. Мышкой просто чудесно писать. Вот и все. То есть, также при наведении мыши у нас срабатывает разворот. И, собственно, показывается информация. Да, мышку уводим, информация у нас скрывается. Задание понятно. Время примерно 15 минут на выполнение. Смотрите, кто ее сделает, присылайте два скрина. Одна, ну, можно по любой из этих картинок. То есть, один скрин, когда у нас лицевая сторона какой-то карты, и ниточки. Второй скрин, когда у нас изнаночная сторона видна. Смотрите, можно сейчас просто там набросать, накидать, именно так, чтобы оно работало, да, именно так, чтобы оно переворачивалось. То есть, уже дома ее доработаете, да, и приведете работу в надлежащий вид. Потому что данные работы мы будем с вами, меня сдавать. Смотрите, вам тогда нужно, если у вас текст находится сбоку, а картинка слева, значит, у вас внутри, именно посмотрите, вот эти дисплеи флексы. То есть, как раз если, то есть, где у вас получается, смотрите, там, где фронт у нас идет, да, сейчас, так, я уже закрыла, там, где фронт, посмотрите, как бы вообще, в принципе, применяется, применяется, там был дисплей флекс. Добавьте строчку флекс-дирекшн-колум. И в этом случае они у вас выстроятся в столбик, так как это необходимо. Да, там, где у вас флексы, добавьте просто строчку, от которой я сейчас сказала, ну, только надо бы посмотреть, в какой именно, да, его добавить. Потому что мы, когда указываем просто дисплей флекс, то это у нас применяется стандартное поведение флекса, и в этом случае все компоненты флекс-бокса у нас выстраиваются по горизонтали. Так, супер, отлично, мы вы молодцы. Так, давайте еще 4 минуты. А кто не доделает, он доделает дома, ничего страшного. Хорошо, теперь давайте сделаем следующее, как в целом я и обещала. Давайте сначала покажу, а затем сброшу. Возможно, мы не успеем, да, писать, но, по крайней мере, одно упражнение мы точно с вами успеем сделать. И как раз там же мы посмотрим с вами работу по кадрам. Это тоже у нас виды анимации в CSS. То есть здесь у нас, грубо говоря, разворот был, да, только карточки. То следующее у нас будет как раз-таки зацикленная санимация. Извините. Вячеслав, можете демонстрацию включить? Ну да, позиционирование нет слов. Как будто бы все CSS зайдите. У вас фильм фронт, фильм бэк, а нету как раз позиционирования. Да. По-русски печатаете. Абсолют. Топ 0 и left 0. 111, 112, 113 за комментием. Наведите мышкой. У вас одна поменяется 100%. Что-то у вас прям неладное происходит. Смотрите, скорее всего, вы использовали одинаковые классы, да, для всех, для всего. Либо у вас где-то какая-то проблема с дивами. То есть где-то что-то, что-то у вас не закрыто. Скорее всего, проблема в том, что у вас все находится в одном классе. Фильм, фильм мэйн, да? А, подождите. Фильм мэйн, это у вас получается фон, да? Общий класс. Правильно я же понимаю? Угу. Это общий, окей. Теперь идем в HTML. Здесь получается... Да, вот так выделите, пожалуйста. Мне прям очень сложно на черном читать. Так, фильм. Здесь получается... Картинку закрыли. 52-й строчке дива не хватает закрытого. 52-я строчка закрытый див. Ставьте его, пожалуйста. Он у меня на 56-й строчке стоит. А, все, все, окей, 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 я поняла. У меня здесь два дива, это, собственно, изображение и див, которые... А, все, 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 все. Заголовок. Я перепроверил все дивы, они у меня все закрыты. Здесь закрыт, здесь закрыт, и вот здесь закрыт. А остальное просто Ctrl-T, Ctrl-V. Совершенно верно, да. Зато я и написал, я потом доработаю, я найду и доработаю. Из-за позиции Абсолюта у меня сейчас все изображения просто в одну картинку встали и... Потому что вы используете одинаковые классы. То есть вам, по сути, для каждой карточки... Вот смотрите, получается, в фильм Мейн вы делаете один класс. Получается, это общий, да, который говорит о том, что каждая карточка будет находиться во флексе, будет в горизонтальном положении, и гэп у них будет 10, да? Совершенно верно. Вот, а вот как раз вот этот класс фильм и фильм фронт, фильм бэк, вам нужно использовать разные. То есть поэтому, как бы, и как раз при абсолютном позиционировании должно, по идее, все сработать. Тогда, когда вы сделаете свойства для разных классов. Этим я и займусь потом. То есть попробуйте, это один из вариантов, первое, да, что можно сделать, а дальше уже отталкиваться от того, как оно будет все отображаться. Да, да, спасибо. Анастасия Александровна, я бы хотел добавить, что понятно, что возможно и в этом дело, как раз вы сказали, что одни и те же классы, но я лично сделал Ctrl-C, Ctrl-V и добавил только два класса, которые делают отступы. В общем, у меня для всех трех карточек классы все одинаковые. У меня все работает нормально. Ну, я имею в виду, что у нас есть условно врат первой карточки, потом в нем карт и фронт. И они у меня также вставлены, продублированы в второй и третьей карточки. То есть я не уверен, что тут дело конкретно в том, что один и тот же класс на все три карточки. Возможно, может быть. Ну, возможно, даже с большей долей вероятности. Ну, здесь нужно смотреть CSS, да, и о том по порядку, да, там получается блокировать, убирать какие-то там компоненты различные. Откройте еще раз CSS, пожалуйста. А там, собственно, линия слишком много классов. Я просто смотрю, там, ну, по-идиму, должно столько занимать место, весь вход в HTML конкретно. Может быть, наоборот, лишнее даже добавлено было. А можете промотать самый верх, начало первой карточки? Нет, самый, это уже первые уроки. А, ну, вот начало первой карточки тогда. Вот первая карточка. Вот она, вот она. Получается, здесь фильм, грубо говоря, это то же самое, что у нас был карт. А фильм мейн, это то же самое, что у нас был враг. А фильм фронт, это то же самое, что фронт, и фильм бэк, это то же самое, что бэк. Все. Поэтому по классам, в принципе, здесь, да, должно быть все вполне таки нормально. Открою еще раз, если... Да, давайте сессой взглянем. А не исключено, что в HTML, кстати, что-то, что-то может быть не... Ну, хотя, в принципе, это разные. Там, в принципе, имена-то разные. Хотя у них позиция, в принципе, одна. Да, все может быть. Так, аж 3. Аж 3, это просто заголовок. Рефлекс, как гэп, так, айталту. Бордер, так, здесь позиция абсолютно, доплекс, колон. Так, колон, это получается у нас вертикальное положение. Центр, центр, да. Так, гэп. Спуститесь ниже. Ну, по крайней мере, на первый взгляд, прям вообще не вижу. Вот я и говорю, я не хочу задерживать чьё-либо время, и давайте мы продолжим урок, а с этим я потом разберусь. Ну, окей, хорошо. Если завтра будете пробовать, если получится, либо не получится... Спустите. Спустите. Да, я просто подумала, что, возможно, так же не сработало. Но, ну, по сути, вообще, как бы, по логике вещей, как вы и сказали, как бы, по идее, к одному классу это должно сработать. Но, в общем, ладно, надо смотреть на свойства, то есть, именно как они отрабатывают. Можно создать, получается, одну карточку. Вот. И получается сначала, смотрите, даже, знаете, как... Закомните эти карточки, две штуки. Оставьте одну. Посмотрите, как она отрабатывает. Если она будет работать и корректно, то в этом случае добавляйте вторую, вторую и третью. Вот. То есть, попадите методом от противного, да, сначала исключением одного, что у вас, то есть, закомментируете всё, кроме первой карточки. Если у вас CSS отработает корректно, то, значит, проблема не в CSS, с большей долей вероятности. Так, теперь давайте с вами рассмотрим следующий вариант. Но, правда, у нас с вами осталось критически мало времени. Но, в принципе, начнём рассматривать, да, и, по крайней мере, хотя бы подготовим. Ну, HTML я вам в любом случае, в случае, скину. Так, вот это HTML. Смотрите, я тогда сначала покажу, как оно отрабатывает. В HTML здесь всё просто. Здесь просто класс аним, а с просто фразой, банально, да, и просто один пустой бокс. И вот это упражнение мы с вами уже делали в GQ, да. И то есть, то же самое можно, на самом деле, реализовать при помощи просто кадров в CSS. Ну, и как это работает? У меня, в принципе, уже запущено. Ну, во-первых, этот квадратик, помните, да, его? То есть, вот так он у нас ездит, меняется. То есть, единственное, что я его не перемещала вот сюда, получается, в центр, да. Он просто ездит с краю. А вот самое интересное, у нас в первом упражнении, ну, на вот этот квадратик, не обращайте внимания, вот видите, у нас зациклено меняется цвет. Ну, и, во-первых, выезжает у нас заколовок, да, о том, что вот таким образом мы также можем что-либо прятать. То есть, и вот это все у нас происходит зациклено абсолютно. То есть, ну, либо давайте сделаем, делаем так. Я сейчас поясню за, получается, поясню за CSS. Получается, я вам его скину, да, а ваша задача будет просто-напросто его повторить, посмотреть и что-либо поменять, да, для того, чтобы мы уже на следующем занятии к этому уже не возвращались. И дальше продолжили, да. Вот, и так, смотрим. То есть, это у нас первая часть, а то сейчас у нас здесь будет находиться заголовок. Вот, то есть, здесь у нас получается body, marginal, все как обычно. Дальше у нас с вами идет класс anim, то есть, класс anim, это, то есть, вот эта вся часть. Единственное, что у меня прям что-то случилось с положением. Алиментов, ну, ладно. А, ой, кот. Вот, и дальше, что мы здесь сделаем. Смотрите, ширина, ширина 100% непосредственно для того, чтобы блок там занимал 100%, да, это, в принципе, я думаю, что всем все понятно. Высота в 100 пикселях, потому что, высота в пикселях, потому что только при абсолютном позиционировании мы можем задавать процентное соотношение. Дальше, background color, это заливка первая, да, она у нас будет, будет меняться. Затем color white, это цвет шрифта. Text line, это, то есть, здесь я не стала использовать flex-овскую разметку для того, чтобы выровнять текст по центру, но, в принципе, можно было бы это добавить. Использовала только текст line, да, текст line у нас выставляет по горизонтали, да, а вертикальное положение он у нас не затрагивает. Font size 25 пунктов, это увеличение шрифта. Да, и вот здесь обратите внимание, помните, я вам говорила, да, о том, что все марджины, bottom, padding, и вообще, в принципе, все, что связано с размерами, это всегда у нас суммируется. Исходя из этого, обратите внимание, что я здесь задала border bottom, то есть, задала нижнюю границу у этого класса в 10 пикселей. И таким образом получается, что высота у нас 100 пикселей, да, но плюс еще рамка, и получается, что блок у нас вот этот в 110 пикселей. И сделала я это вот для чего. Позиционирование у нас здесь абсолютное. То есть, left я здесь указывать не стала, потому что ширина у нас это в 100%, да, поэтому здесь надобности, в принципе, в этом у нас нету. Но при этом обратите внимание, что изначально я, как бы, элемент скрыла, да, при помощи того, что указала в позиционировании минус 100 пикселей. То есть, для того, чтобы изначально у нас была видна только вот эта полоска синий, на которую мы потом будем наводить, и у нас будет отрабатывать анимация. При помощи наведения анимация здесь у нас отрабатывает следующим образом. У нас есть transition, топ, то есть к чему, да, к какому конкретно компоненту мы это приложили. Или здесь может быть, О, быть пропислен. Либо какой-то другой компонент. Это все, да, предположим, там, из какого-то блока, да, какой-то конкретный элемент именно по его имени. Здесь мы обратились, а мы здесь, мы обратились, как бы, к высоте, да, о том, что у нас высота будет, как бы, меняться, да, вот-вот сюда, вот, анимфобар, да. Вот, и вот здесь, получается, транзишн топ, за 2 секунды у нас будет, как бы плавное появление до переход для свойства то плавный переход easy in out можно использовать easy in easy это одно и то же то есть переход для свойства топ для того чтобы он нас плавно опустился а вот насколько он у нас опустится это у нас будет задавать вот как раз анимфор то есть при наведении мыши мы будем координату то менять на 100 процентов вернее на 0 а почему на ноль помните да что приписывается что при позиционировании у нас вот этот уголочек это 00 до на улице 0 0 0 0 лево а то есть получается что 0 это для верхнего угла вот этого блока потом верхний угол сдвинется на ноль и за счет этого у нас появится весь вот этот блок который мы с вами до этого скрыли И дальше как раз то, что у нас и отвечают за анимацию перехода, смены цвета от одного цвета к другому цвету. Здесь у нас Animation Render. Render это просто имя, правило которого мы создадим немножко ниже. В течение 10 секунд у нас будет происходить плавный переход от одного цвета к другому. И за счет Infinity у нас будет происходить зацикливание этого компонента. Этой анимации. Ну и дальше самое интересное то, что мы как раз с вами ранее не изучали. Это у нас правило. Правило у нас создаются через знак собаки. На самом деле правил существует здесь огромное количество. Keyframes это правило создающее анимацию. То есть это как раз правило работающие с ключевыми кадрами. Вот таким вот образом. О том, что по ключевым кадрам мы можем с вами устанавливать какие-то действия. И эти действия могут быть абсолютно разнообразными. Здесь мы делаем с вами цвет. Кадры у нас отмечаются процентами и от нуля до ста. То есть нулевой кадр это изначальная позиция. Сотый кадр это финальная позиция нашей анимации. Сотый кадр указывать не всегда обязательно. Потому что зачастую у нас просто-напросто из-за зацикленности у нас происходит как бы просто возврат к нулевому кадру. И все. Здесь мы указываем background color. Получается заливку первую. Которая вот она у нас указывается стандартная. Дальше указываю на 50 кадре. Указываю другую какую-нибудь заливку. Куда он даже вот максимально отражает серая. Поэтому сделаем вот так. И дальше на сотом кадре на последней его позиции мы возвращаем получается наш цвет. Напоминаю, что я вам скинула. Но сейчас я просто-напросто поясняю. И за счет этого у нас как бы происходит. Рендер это имя этого правила, которое мы с вами задаем самостоятельно. И вот здесь в animation мы просто-напросто к нему обращаемся. И за счет этого у нас с вами и происходит вот эта анимация. О том, что у нас выезжает элемент. И дальше у нас бесконечно будет меняться при помощи infinity. Это зацикливание происходит. Будет бесконечно происходить смена. Во втором упражнении это то, что у нас касаемо бокса. Вот у нас здесь пустой бокс. Мы его сначала задаем и выполняем в виде квадрата. Здесь у нас непосредственно высота и ширина. Дальше background color это его изначально фиолетовый цвет. Позиция relative. Можно в принципе абсолютно позицию задавать. Это то, откуда он у нас изначально просто-напросто стартует. В принципе здесь роли особо не играло. Поэтому здесь у нас нет зависимости одного объекта от другого. Поэтому здесь у нас что relative, что абсолютное, что в принципе фиксит. Ну фиксит не сработает. Это либо абсолют, либо relative. В принципе да. Хотя с фикситом пробовать надо. Ну и дальше то же самое, что мы выбираем, вызываем свойства. Получается animation. Срабатывает у нас render 2 правила, которые мы здесь пропишем. В течение 10 секунд. Опять же при плавном переходе и infinity происходит зацикливание. Ну и дальше создаем новое с вами правило. И то есть здесь у нас будет 4 позиции. То есть по нашим углам, как у нас будет двигаться с вами квадрат. То есть здесь мы оперируем координатами. В нулевом кадре у нас top 0, left 0. Дальше background, его изначальный цвет. Если мы здесь укажем другой цвет, то у нас сразу он будет его менять. И изначальный цвет у нас просто-напросто проигрываться не будет. Ну и в принципе это наше начальное значение, которое мы здесь и создали. Дальше в 25 кадре он у нас будет по top. Он у нас будет двигаться по верхней горизонтали. Потому что и за счет этого top у нас будет находиться 0. В принципе то, что мы с вами уже рассматривали в GQ. Left у нас 300. Значит от левой левой границы должна сдвинуться на 300 пикселей. Дальше background color заливка и border radius 50%. То есть пока он идет от нулевого до 25 кадра. Фиолетовый цвет меняется на зеленый и происходит как бы скругление, превращение его в кружочек. Идем дальше. Из позиции вот этой второго. Вот здесь была первая. Здесь у нас будет вторая. Мы должны спуститься вниз к третьей позиции. За это у нас будет отвечать 50 кадр. По top, то есть он у нас должен спуститься вниз. А по left он должен остаться вот в этой позиции. В 300 он просто должен опуститься вниз на 300 пикселей. Дальше цвета у него будут красные. Он будет от зеленого переходить в красный. Border radius будет 0. То есть мы от скругления в border radius 50% из круга. Снова переходим в состояние квадрата. Не мы, а квадрат. Вот, и то же самое. То есть когда мы достигли четвертой, третьей точки, должны вернуться в четвертую. Исходя из этого top 300, потому что у него есть отступ от верхней границы. Left получается левая граница 0 отступов. Background color у нас оранжевый цвет. И border radius 50%. То есть новый круг. И поскольку здесь у нас есть infinity, у нас происходит зацикливание. И мы так либо иначе все равно вернемся в нулевую позицию. Поэтому 100 кадр мы здесь не указывали. Потому что в этом нет абсолютно никакой необходимости. То есть вот таким вот образом у нас, в принципе, работает анимация в CSS. Немножко именно попрактиковаться немножко не успели. Но в целом я думаю, что вы это сделаете самостоятельно. И попробуйте хотя бы этот файлик повторить. Тем более, что я вам его скину. Сейчас он только загрузится. Свойства отступы. То есть смотрите, где мы делаем отступы. То есть вот здесь мы заходим в настройки. Выбираем settings. И дальше немножко вниз опускаемся. И вот там, где у нас шрифт. У нас есть вот он. Top size. Табы size. Это размер табуляции. То есть сколько пробелов будет находиться в табуляции. То есть вот здесь у меня установлено 4. В принципе, вы можете установить свою табуляцию. То есть скорее всего у вас просто-напросто очень большая табуляция. И из-за этого создаются вот это вот количество пропусков. Так, окей. Теперь давайте разберем с вами DZ. То есть смотрите, нам необходимо будет с вами сделать 6 карточек. То есть вспоминаем, да, и размещаем их как в этом. Вспоминаем понятие flex. Вспоминаем flex.wrap. Да, о том, что у нас будет 1 карточка. 2 карточка. Ну, просто чтобы красиво смотрелось. 3 карточка. Снизу 4. 4-я, 5-я, 6-я. В принципе, их не обязательно переносить на новую строку. Да, у них ширина автоматически подберется. Особенно если вы будете ширину брать процентом соотношения. Только здесь, правда, зависит все еще от контента внутри. То есть, ну, здесь уже, в принципе, подключаете CSS. Вспоминаете, как он у нас оформляется. Дальше. Здесь, кстати, вот в этом задании CSS маловажен, да, потому что он, как бы, в принципе, здесь основную роль как бы и играет. На лицевой стороне добавить название или категорию тестов. То есть все то же самое. Работа с карточками. Дальше. Название. Название дисциплины, тема теста и прочее. То есть, в принципе, вы просто пишите, предположим, там, где-то, там, биология, математика, русский. Или вспоминаете игру, что, что, где, когда. Да, и там, допустим, какая-то определенная категория указывается для вопроса. Дальше. На обратной стороне разместить тест. То есть это формы плюс кнопку. То есть вспоминаем, да, что у нас есть input text box. Input check box. У нас есть input radio. То есть то, что мы можем использовать для тестов. Ну и также кнопку. Это кнопка button либо submit. Да, но лучше button использовать, потому что submit у нас как бы отправляет форму. И, в принципе, может не совсем корректно отрабатывать. Дальше. По нажатию на кнопку вызывать сообщение. Вы прошли тест. Здесь подключаем с вами JS. И вспоминаем условия. О том, что если кнопка 0 нажата, то мы выводим сообщение. Вы прошли тест. То есть здесь как бы проверять тест не обязательно. Считать правильные вопросы, ответы не обязательно. То есть я это добавила. Потому что проверку теста и по счету баллов выполнять по желанию. ТЗ это не относится. Если вы хотите это реализовать, у вас это получится. Это очень здорово. Это плюсик к вашу копилочку. Но, в принципе, можно исполнить вот здесь. Здесь я помечу, ну не помечу, а о том, что просто покажу вам о том, что вот здесь у нас именно для кнопки вы прошли тест, используется JS. Можете использовать JQ. Пожалуйста. Можете менять название предположим кнопки. Можете на кнопку сделать закрытие. Можете сделать по нажатию на кнопку. Но единственное, смотрите, что по нажатию на кнопку вы прошли тест, плюс формочка должна, в принципе, закрываться. Для того, чтобы, в принципе, мы могли выйти из этого. Либо, допустим, мышь увели и формочка вернулась обратно. Здесь уже как, в принципе, реализуете. Но желательно сделать так, чтобы наследцевая сторона категория перевернулась тест. Здесь есть кнопка. На кнопку нажали, сообщение получили. Мышку убрали. Формочка обратно развернулась. Это прям идеальное выполнение задания. Но если прям сильные проблемы будут, то можно понажать и просто открывать в отдельном окне. Вопросы по поводу задания, либо по поводу анимации, которую я рассказывала и показывала. Да, 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 да. Один в один задание, просто с добавлением JS немножко. Напоминаю, да, о том, что у кого не получилось с картончиками, завтра попробуйте решить. Если не получится, то обязательно правильно пишите. Так, ну и Андрей, тоже напомните завтра к обеду, пожалуйста, в прошлом вашем сообщении. Так, все, тогда будем прощаться. Спасибо вам большое за внимание. Хорошего-хорошего вечера и доброй ночи. Спасибо. 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 Спасибо.